МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 21 августа 1942 года на стол Гитлеру ложится очередное победное донесение об успехах немецких войск на Кавказе. Того, что произойдет с фюрером после прочтения этого донесения, не ожидал никто. Он пришел в ярость, будто всем его планам разом наступил конец. Никто из окружения Гитлера никогда не видел его в таком состоянии. Он кричал, требовал немедленно отдать виновных под трибунал. Кто же были эти виновные, так рассердившие фюреры? Группа горных стрелков под командованием капитана Хайнца Гротта. В ходе захвата Эльбруса они без санкции Верховного командования установили немецкий флаг на самой вершине горы. С точки зрения идеологии этот ход был безупречен. Фото нацистских солдат на самом высоком пике Европы со знаменем со свастикой в руках обошло все мировые газеты, пресса буквально захлебывалась от восторга. Отчего же лидер Третьего Рейха, узнав об этом, упал в состояние близкое к помешательству. В нем гнев перемешивался с каким-то мистическим страхом. Чего испугался фюрер? Особая миссия СС на Эльбрусе. Священный Грааль и Копье Судьбы. Охота Гитлера за древними святынями. Где находится потайная дверь в Шамбалу? Корреспондент телеканала «Звезда» идет по следам секретной экспедиции нацистов. Что ждет съемочную группу в подземных пещерах при Эльбрусе? Что же явилось причиной гнева Гитлера? Возможно, самовольство солдат, решивших отступить от спланированного маршрута ради демонстрации величия Рейха в угоду своему фюреру. Несомненно, это могло бы быть объяснением, если бы не особый мистический страх, которым был охвачен лидер нацистов. Это была настоящая паника. Он знал, знамя со свастикой на вершине Эльбруса во время затяжных боев с Красной Армией будет стоить ему очень дорого. Глупый поступок этого болвана Хайнца Грота мог привести к настоящей катастрофе. На первый взгляд это звучит странно, если не знать, что фюрер придавал огромное значение подобным знаком. Почему? Попробуем в этом разобраться. Тот, кто видит национал-социализм и всего лишь политическое движение, мало что знает о нем, говорил Адольф Гитлер. В этой многозначительной фразе фюрера зашифровано многое. Национал-социализм, каким видел его Гитлер, должен был стать не просто особой идеологией, а целым мировоззрением, в котором огромная роль отводилась покорению невидимого метафизического мира. И эта победа, по мнению фюрера, сулила немцам абсолютное мировое господство. В Германии была оказана огромная поддержка со стороны, так сказать, и религиозных, и философских, так сказать, учений, потому что они видели, что, да, идет разрушение, и вот этот старый мир нужно было разрушить, нужно было очистить, провести определенные репрессии и вырастить человека будущего. И во главе этой концепции стояла как раз Германия. О том, что руководители Третьего Рейха увлекались мистикой и оккультизмом, написаны десятки книг, сотни статей. Да, надо признать, что авторы многих из них – откровенные графоманы. Их сочинения переполнены самыми невероятными сведениями и псевдонаучными подходами. Но, тем не менее, известный факт – Гитлер с юности увлекался чтением книг по мифологии и оккультизму, был участником нескольких тайных оккультных сообществ, в том числе в Риле и Туле. Целью создания последнего, помимо борьбы за чистоту арийской нации, был и поиск нового мессии – спасителя, который поможет Германии вернуть былое величие. Находят человека, и он превращается в вождя. Вообще, это ведь тоже, так сказать, оккультно-культурологическая подоплека вот в выдвижении именно Гитлера. Среди наставников Гитлера в обществе Туле – Дитрих Эккарт, видный немецкий политик, и Ян Ханусен – мистик и ясновидящий, которого называли личным провидцем фюрера и пророком Третьего рейха. Они преподают способному ученику ораторское искусство и обучают специальным практикам, например, как подчинять людей своему мнению. Техника манипуляции сознанием, использование мимики и жестов показывали ошеломительные результаты. Внимая оратору, толпы людей доводились до иступленного состояния. Мы хотим, мы мечтаем о том, чтобы это государство, этот рейх, простоял тысячу лет. Мы счастливы от осознания того, что будущее всецело принадлежит нам. Это технологии создания сверхчеловека, то есть, там, митша и прочее. И в этом плане они объединились с разными учениями Востока. Веру Гитлера в сверхчеловека укрепил и другой его наставник, профессор Карл Хаусхофер. Преподаватель Мюнхенского университета, офицер германской армии, Хаусхофер часто бывал в Индии, на Дальнем Востоке, состоял в японском ордене Зеленый Дракон. И не раз посещал Тибет, где, как он считал, и находится родина сверхлюдей, так называемых высших неизвестных. Трудно себе представить, как себя сами определяли руководители Третьего рейха, кем они считали этих высших неизвестных. Но, тем не менее, понимание, в общем-то, правильное понимание того, что существует колоссальной силой нечеловеческого происхождения, и что надо прибегнуть к их помощи. Поэтому реакция Гитлера на поступки в альпинистов на Эльбрусе и была столь яростной. Фюрера приводила в ужас мысль о том, что теперь он мог лишиться поддержки высших сил. Такая вот молодецкая выходка, значит, Галптона-Грота, она его и рассердила в том смысле, что он подозревал, что вот такое действие может не то что благоприятно сказаться на ходе войны, а наоборот, как бы, там, разгневать этих высших неизвестных, например. И, что интересно, дальше все оно так и произошло. Как именно стали развиваться события после воздружения знамени на вершине Эльбруса, об этом мы скоро узнаем. А пока раскроем еще одну причину негодования фюрера. В это время, по его приказу, в горах при Эльбрусе шла тайная операция, афишировать которую он никоим образом не хотел. Привлекать внимание к этому региону было не в его интересах. Известно, что немцы искали на Кавказе нефтяные запасы, поскольку Германии очень нужно горючее для своей промышленности. Это действительно так, но не только нефть интересовала их в этих местах. Было еще кое-что куда более важное. Это звучит невероятно, но Гитлер всерьез рассчитывал найти священный Грааль, который обеспечил бы ему легкую победу в войне. Это сокровище должно было стать второй священной реликвией Рейха после Копья Судьбы. Его Гитлер заполучил после того, как Австрия мирно и без сопротивления вошла в состав Третьего Рейха в 1938 году. Гитлер забрал Копье Судьбы из музея в Хоубурге. С тех пор оно принадлежало ему безраздельно. Передачу древней реликвии юридически оформили как дар Австрии своему новому фюреру. Существует предание, что все, кто владел им, великие правители, они были непобедимы. Копьем владел и Карл Великий, позднее Наполеон его прихватил. Фюрер верил, что именно Копье помогло ему завоевать почти всю Европу. Ведь тот уголок в руках это оружие – вершитель судеб мира. В легенде, Копье, омытое святой кровью Христа, было способно летать, закручиваясь в воздухе. Но так ли это было на самом деле? Обладало ли Копье судьбы магическими свойствами? Уже в наше время стали исследовать металл этого Копья, потому что оно ведь по преданию ветхозаветное еще, то есть до Рождества Христова. Оказалось, что Копье состоит из фрагментов разного периода. Но 4-й, 5-й, 7-й век от Рождества Христова не то. Ложная империя оснащалась ложными символами. Но Гитлер тогда этого не знал. Он свято верил в свой трофей и продолжал охоту за древними святынями. Кроме того, по его приказу, лучшие научные умы Третьего Рейха искали на Кавказе следы древних цивилизаций. Смотрите далее. Анненербе. Опыты на людях и поиски особых знаний. Какова была главная цель самой секретной организации Третьего Рейха? Тайный аэродром в горах. Кто совершал опасные рейсы в Приэльбрусе? Люди в белых одеждах. Что предсказали нацистам тибетские ламы? Поиском доказательств того, что германцы потомки древних сверхлюдей, ариев, занималась самая таинственная из всех структур Третьего Рейха Анненербе. Организация, название которой переводится с немецкого как Наследие предков, пошла в состав СС еще в 1939 году и объединила деятельность 50 научных институтов. Она находилась под особым покровительством Гитлера, а ее руководителем был назначен его ближайший соратник Рейхсфюрер Генрих Гиммлер. С института Анненербе денег было вложено гораздо больше, чем создание любых видов и типов вооружений, даже включая атомную бомбу. То есть это те технологии, которые позволяют владеть энергоинформационным пространством и строить благоприятное для себя будущее. Сферы деятельности Анненербе были обширны и разнообразны. Наука, искусство, архитектура, медицина. В годы Второй мировой войны Анненербе получают карт-бланш на проведение опытов на людях. Нечеловеческие по своей жестокости эксперименты в концлагерях дело рук адептов Анненербе. На узниках проводились испытания лекарств, вакцин и даже ядов. Исследовались возможности организма в условиях чрезмерных нагрузок, низких температур и изменения давления. Все эти эксперименты проводились в помощь солдатам вермахта. Ну, например, немецкий летчик со сбитого самолета падает и попадает в ледяную воду. Ну, конечно, гибель. Что сделать, чтобы гибели не произошло, по крайней мере, в каком-то вот таком периоде времени необходимом, может быть, несколько часов. Испытывали это ведь на заключенных просто несчастного человека бросали в ледяную воду. Вопрос выживаемости в каких-то вот экстраординарных условиях. Также среди исследований, о которых официально говорить было запрещено, значились практики манипулирования людьми, технологии тайной полиции и поиски сакральных знаний. В архивах велась кропотливая работа по изучению германской письменности, древних рунических знаков, свастики, а также происхождение арийской расы. В результате описания и измерения пропорции тела представителей различных рас доказывалось превосходство германских арийцев над другими народами. Важно было найти источник тех самых особых знаний. Их искали повсюду, в Азии, в Европе, в Африке, Святой Грааль, легендарная Шамбала, изучалась и проверялась все. Анненербе организовала несколько экспедиций. Считалось, что главный вход в Шамбалу находится в Тибете. Но ведь могли же существовать и так называемые калитки, одна из них в Пельбрусе, в Советском Союзе. Таинственная Шамбала, страна счастья, место силы. Гитлер не сомневался, что если найти ее, это поможет добиться мирового господства, процветания и благополучия. И вдруг выясняется, что она совсем рядом. Ученые Анненербы подтвердили эту версию. Именно поэтому интересы Гитлера отныне полностью фокусируются на Кавказе. Он решает действовать немедленно. После нападения на Советский Союз немецкое командование сразу же планирует наступление на Кавказ. В приказе от 21 августа 41 года Гитлер подчеркивает, что до наступления зимы главный не захват Москвы, а овладение районами Кавказа. Однако в 41-м этим планам сбыться не удалось. Восхождение на Кавказ произошло лишь через год. Вплоть до 60-х годов прошлого века по распоряжению НКВД, а потом КГБ и СССР, районы при Эльбрусе были закрыты для посещения туристов, геологов, археологов и даже пастухов. Чем была вызвана обстановка строжайшей секретности и что могло заинтересовать разведчиков в этих местах? По словам местных жителей, осенью 42-го в разгар битвы за Кавказ именно сюда приземлялись самолеты Люфтваффе. Пастух Муса, тогда еще 12-летний мальчишка, рассказывал, что видел самолет, и его удивила не столько виртуозность немецких пилотов, сколько личности тех, кто находился на борту. Прилетел зеленый самолет, у которого открыли дверцу и вышли немцы и за ними вышло 3 или 4 человека в женских белых платьях с лысыми головами. Эту историю можно было бы считать легендой. Мало ли, что могло привидеться фантазера мальчишки? Но спустя несколько десятилетий в архиве Министерства обороны была найдена разведсводка сентября 42-го года. В ней советский разведчик сообщает командованию о том, что в районе Эльбруса регулярно летают и даже садятся немецкие самолеты. Это кажется немыслимым. Зачем немцам мог понадобиться аэродром в этом опасном месте? Ведь подошва Эльбруса вовсе неровная площадка. Это изломанный бугристый рельеф. Но, как оказалось, не везде. Эту огромную площадку на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии называют немецким аэродромом. В длину почти два километра и еще километр в ширину. Ученые предполагают, что происхождение этой территории скорее всего природное. Либо все это разлившееся с вулкана лава, либо когда-то много лет назад было очень большое озеро, ставшее ледников. Готовые взлетные полосы, на которых можно было принимать большие самолеты, защищенные от резких порывов ветра, то есть легко подлет, отлет, взлет осуществлять. Самым быстрым способом, которым могли попасть при Эльбрусе участники секретной операции, по приказу Гитлер, отправившиеся искать священные источники знаний, это добраться сюда на самолете. Кого же привезли с собой нацистские ученые и сопровождавшие их эсэсовцы? Есть версия, что эти странные люди в длинных одеждах были тибетские монахи. Они были в окружении Гитлера. Это исторический факт. Ученые аненербы неоднократно бывали с тайными миссиями на Тибете. Тоже факт. Но что могли делать тибетцы на Кавказе? Согласно одной версии, тибетские монахи, доставленные в Прильбурсе Аненербы, поднимались на самый пик, так похожий на гору в Тибете, и там медитировали. Любопытно, что вторая версия тоже связана с монахами, однако полностью противоположна. По ней тибетцы вместе с фашистами спускались куда-то глубоко под землю. Что могло связывать тибетский хлам с фашистами? Оказывается, довольно многое. Есть данные, что в составе СС и более того, в личной охране Гитлера работало целое подразделение людей из Тибета. Тибетцы были умелыми воинами, били из-за последнего патрона, своих раненых пристреливали и в плен не сдавались. Их обожженные останки советские солдаты находили в поверженном данного подтверждения. Но факты, говорящие, что Третий Рей и представители определенных религий тибетов были тесно связаны, все-таки есть. В дневниках детей Геббельса совершенно точно упомянут некий плама тибетский, который, судя по всему, очень тесно общался с этой семьей. И находился при этом в Берлине. Кроме того, между Берлином Алхасой, столицей Тибета, была налажена радиосвязь. Гитлер состоял у личной переписки с тибетскими ламами. И в разгар Второй мировой, когда позиции немцев на фронтах заметно пошатнулись, именно к тибетцам Третий Рейх обратился за помощью. Нужно было срочно установить связь с высшими силами и с помощью медитации добиться успешного исхода военной кампании. Скорее всего, одной из таких секретных миссий и стало пребывание лам в Прельбрусье. Монахи на Эльбрусе скорее всего были адептами древнейшей религии Бонпо. Переводится как Черный Путь. Ее практиковали, а может быть и по сей день практикуют на Тибете. Служители этого культа могли впадать в транс, могли наводить порчу и даже проникать в сознание и менять сознание других людей. За это их прозвали черными шаманами или даже черными колдунами и судя по всему именно эти навыки и опыт Гитлер хотел применить здесь, на Эльбрусе. Скорее всего, это было место использовано для проведения. Что же могли сообщить нацистам тибетские ламы? Есть версия, что в результате медитации, происходившей на Эльбрусе осенью 42-го года, ламы увидели не грядущее торжество фюрера, а советские танки на улицах Берлина. Когда же тибетские предсказатели описали свои видения, все они были расстреляны нацистами. Так ли это было на самом деле, однозначно утверждать сложно, но есть один печальный факт в поддержку этой версии. С Эльбруса тибетские монахи не вернулись. Тот самый пастух Муса, увидевший немецкие самолеты и таинственных пассажиров, выходивших из них, также утверждал, что обратно эти самолеты возвращались без них. Местные жители рассказывают, что похоронили тибетцев рядом с аэродромом. Много лет могила в форме креста находилась чуть ниже площадки, но потом следы к ней затерялись и больше ее уже никто не мог найти. И можно было бы эту историю отнести к разряду мифов и легенд, если бы совершенно случайно в 2005 году экспедиция российских ученых не сделала сенсационные находки. Смотрите далее. Что удалось обнаружить ученым в горах при Эльбрусе? Существует ли вход в другие миры? Корреспондент телеканала «Звезда» спускается в подземные шахты в поисках священной шамбалы. Лето 2005 года. На Эльбрус отправляется большая научная экспедиция по исследованию древнеславянского государства Рускалань. Результаты этой экспедиции оказались невероятными. Исследователь Вячеслав Токарев и его коллеги неожиданно находят ту самую затерянную могилу лам, а кроме того секретную лабораторию СС, где и проходили медитации. И вот там сохранились камень, большая плита такой пятиугольной формы, которая чисто заполирована вверх. Это та плита, на которой шло формирование чтения судеб и формирование благоприятного будущего. То есть это вот как такой большой столб сказаний находится. Там большие камни переписанности с большими текстами. Там целые комплексы связанные с различными видами инициаций, то есть включение человека в различные потоки энергоинформационные и прочие площадки. И рядом находится захоронение тибетских ламб. Эти находки, сделанные Вячеславом Токаревым, подтверждают тайную миссию нацистских ученых вместе с тибетскими монахами в 40-е годы при Эльбрусии. А чтобы проверить версию о поисках ими священной Шамбалы, наш корреспондент Тимур Абдулаев отправился туда, где и происходили эти загадочные события. Что путь к Шамбале, что Граалю должен проходить через какую-то тайную загадочную пещеру или коридор. Во время войны в 42-м фашисты найти не сумели, а может быть просто не смогли. Однако примерно год назад какое-то странное сооружение, очень напоминающее шахту, обнаружил местные жители. Вот сейчас она у нас под ногами. Таких пещер, или вернее шахт, которые уходят вертикально в толщу горы, в Прейльбрусе как минимум пять. В одну из них и решила спуститься группа поисковиков вместе с журналистом Тимуром Абдулаевым. Опускай, опускай. Протиснуться в щель получается, но с трудом. Проход очень узкий. И так почти по всей протяженности. Мы на глубине 7 метров, под нами еще как минимум 70. Есть пути дальше, но пройти туда уже нереально, потому что в шахте образовались осыпи и завалы. Разобрать их практически нереально. Вот вы видите, как тесно. Здесь ширина от одной плиты до другой, ну, наверное, сантиметров 35-40. Что самое любопытное? Там, дальше, в глубине, есть подвижная 14-метровая плита. Она передвигается, будто ширма на роликах. ее назначение пока непонятно, неизвестно. Исследователи предполагают, что это и есть один из входов в Шамбалу. Точнее, это, скорее всего, вентиляционный тоннель, вентиляционная шахта, по которой сверху в подземный город попадает свежий воздух. Исследователи пробуют опустить камеру с инфракрасным светом метров на 40. Видно продолжение коридора, стены, будто из специально вырезанных каменных плит. Поражает размер этих плит, которые, примерно, вес этих плит минимум будет, наверное, составлять где-то 50 тонн. Есть даже, наверное, такие, которые будут около 200 тонн весить. Опускаться дальше проводники не разрешают. Говорят, без специального снаряжения это крайне опасно. Съемочной группе приходится подчиниться, хотя слишком велик соблазн попасть в это подземелье, тем более, если учесть, что его происхождение современная наука объяснить не может. Но слово проводника закон. Группа выбирается из шахты и следует дальше. Охотник и краевед Азамат Тингизов ведет журналистов на край скалы. Вот эта вся поляна большая, вот этот уровень и является старым городом и те захоронения, которые были найдены, находятся там. Пещеры, шахты, старый подземный город, могильники, все это звенья одной цепи, они как система сообщающихся сосудов. Местные жители рассказывают, что разбитвленное подземелье уходит не только к Эльбрусу, но и ведет в Грузию, и раньше по нему на повозках крестьяне возили сено. Пробираясь через заросли, экспедиция оказывается среди массивных глыб. Азамат уверен, эти сооружения имеют прямое отношение к Шамбале и поискам Анненербе. Это пирамидальное здание, которое могло бы быть частью какого-то подземного города или частью какого-то храма. В сумерках путь проходит через древние городище. На кладбище легендарных нартов героев-богатырей древнего эпоса кавказских народов, за чьими знаниями также охотилась Анненербе. На поляне остатки каменных шаров. Вот эти камни, которые здесь лежат, они являются скорее всего звездной обсерваторией. Они еще так расположены, что скорее всего они создают как бы копию тех звезд, которые находятся на небе. Впереди вход еще в один грот, скорее всего могильный склеп. По радиусу внутри идеально круглой комнаты стык, будто купол устанавливали отдельно от основных стен. Возможно это тоже путь или вход в подземный тоннель. Или тот самый портал, который ведет в параллельный мир. И хотя найти его исследователям пока так и не удалось, они уверены, дверь, открывающая путь в другое пространство существует, и она находится совсем рядом. Убежден в этом и журналист Тимур Абдулаев. Таинственный портал, который Ананербе искала при Эльбрусе, скорее всего располагался здесь, в урочище Харахора. Это в 76 километрах от самого Эльбруса. Фашисты о Харахоре наверняка знали, но очевидно никогда не рассматривали его как место, где реальность может пересекаться с параллельным миром. В существовании этого портала не сомневалась и Ананербе, хотя стоит отметить, что секретная служба Третьего Рейха была осведомлена и заинтригована только объектом, а зону поиска они представляли весьма расплывчатая. Гитлер завоевывал страны, продумывал стремительные планы захвата, но вот приблизиться к Шамбале, таинственной стране, которой нет ни на одной карте мира, не мог. Однако продолжал искать, тратя на это акробатные средства из государственной казны и привлекая все новых специалистов. Но этим поиском было суждено скоро закончиться. Смотрите далее. Сбылись ли главные опасения фюрера? Горно-стрелковые части Красной Армии против альпийских стрелков вермахта. Чем закончилось это противостояние? Роковой финал секретной экспедиции Гитлера. В начале ситуация на Кавказе складывалась для фюрера как нельзя лучше. Этому во многом способствовала детальная подготовка, которую Гитлер начал задолго до нападения на Советский Союз. Есть основания предполагать, что специалисты Анненербы еще до войны не раз посещали Эльбрус под видом улыбчивых немецких туристов и гидрологов. Советская сторона сама приглашала их для возведения Баксанской ГЭС. Рельеф местности, подходы к вершине были изучены немцами досконально и в 42-м они пришли туда как себя домой. На Кавказ были отправлены отборные подразделения вермахта. Горные стрелки были прекрасно экипированы, отлично подготовлены, имели в распоряжении самые точные карты местности и, казалось, были непобедимы. Гитлер посылает свои части и формирует специальные дивизии, которые, так сказать, это дивизии Эдельвейс. Дивизии, прекрасно оснащенные как вооружениями, так и любыми видами горной техники, мосты всевозможные, так сказать, навесные и прочие, канатные дороги. То есть вся промышленность Германии работает как раз на формирование этих дивизий. 49-й горно-стрелковый корпус генерала Конрада уже захватил Ростов и далее планировал идти на Майкоп. Но вдруг получает неожиданный приказ бросить две дивизии влево и пройти через Кавказ горными перевалами Эльбруса. Зачем было принято такое решение? Не для того ли, чтобы держать вершину под прикрытием, пока Анна Нербе будет искать там ворота Шамбала. Но вот установка флага на вершине, скорее всего, это было самонадеянное решение капитана Хайнса Гротта. Зная о пристрастии фюрера ко всяческим внешним эффектам, он, видимо, рассчитывал на одобрение по хвалу, но вышло совсем иначе. Возможно, мистический ужас Гитлера был вполне оправдан. И с этого момента высшие силы отвернулись от нацистов. Так это или нет, сказать сложно, но установление знамени на вершине горы стало последним знаменательным актом перед повсеместным отступлением войск вермахта. Бойцы Красной Армии, которые неотступно следовали за фашистами, очень скоро показали, что торжество мощи вермахта было преждевременным. В 1942 году Гитлер держал Эльбрус под контролем всего несколько месяцев. Поначалу наши войска, представленные пехотой и кавалерией, под натиском врага несли большие потери. И тогда по приказу советского командования бойцов, имеющих горно-альпинистскую подготовку, немедленно откомандировали на Кавказ для формирования специализированных горных частей. Когда в строй вступили 12 отдельных горно-стрелковых корпусов, обученных по немецкой системе, ситуация резко переменилась. Нередко тяжелейшие бои разворачивались прямо на склонах Эльбруса в условиях кислородного голодания и опасности схода снежных лавин. Альпинисты в солдатских шинелях внесли в оборону Кавказа неоценимый вклад. Нетально знающие рельеф горных перевалов, вершины троп, они могли совершать глубокие разведки. Могли внезапно напасть на гарнизоны противника, после боя невидимо и неслышно скрыться в горах. Особая подготовка бойцов позволяла обрушить на голову противника искусственно вызванные лавины и камнепады. Интересно, что в помощь им была брошена особая группа отрядов НКВД, в составе которой, как известно, действовал специальный шифровальный отдел. По некоторым данным, он тоже изучал различные оккультные практики. Как знать, возможно, что и это также сыграло роль в дальнейших событиях. Так или иначе, Красная Армия на Кавказе в 43-м при мощной поддержке авиации перешла в контрнаступлении. Для немецких дивизий, которые держали Эльбрус под контролем, ситуация становилась близко к катастрофической. Красная Армия уже стояла под Ростовом, который был единственным выходом из ловушки. И немцам была команда отступать. Егеря альпийских дивизий бежали из-под Эльбруса, а в феврале на обеих вершинах священной горы Ариев развивались уже советские знамена. Дорога на гору силы для Аненербы была закрыта. И похоже, что их остановили буквально в шаге от того, к чему они так стремились. Грандиозным планом Гитлера не суждено было сбыться. Третий рейх вместо тысячелетия просуществовал 12 лет. С концом нацистской империи прекратило свое существование и Аненербы. Нюрнберг Международный трибунал признал наследие предков преступной организацией. Историки пишут, что ее формальный руководитель, полковника Сесс Вольфрам Зиверс, на допросе вел себя очень странно, утверждал, что находится в другом месте и слышит другие голоса. Он не настаивал на защите, а после смертного приговора попросил лишь об одном, чтобы ему дали возможность вознести тайные молитвы. До сих пор архивы Аненербы, попавшие к союзникам по антигитлеровской коалиции в качестве трофеев, строго засекречены. Они будут раскрыты только в 2044 году. И когда с этих уникальных материалов наконец-то снимут гриф секретности, возможно, именно тогда и будут окончательно разгаданы все тайны этого рокового похода на Кавказ, ставшего для фюрера началом его краха. Меня давно волнует вопрос, как страна, подарившая миру таких гениев, как Бах, Бетховен, Гетте, Шиллер, могла пойти за таким болезненно чистолюбивым, да к тому же обуреваемым мистическими страхами человеком. Порой история играет злую шутку с целыми нациями. Гитлер не нашел шамбалы, Гитлер не выиграл Второй мировой войны, Гитлер не получил господства над всем миром. Красная армия разгромила все его дивизии и низвергла его штандарты не только с Эльбруса, да и повсеместно. Мнимому могуществу потомков ариев Красная армия противопоставила неисчерпаемую силу духа и несгибаемую волю к победе. Это, как мы видим, сильнее любых тайных знаний и мистики. КОНЕЦ